МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Меня зовут Ксения Антипова. В эфире тележурнал «Соотечественники» на телеканале «Большая Азия». Эксперты считают русскоязычную диаспору одной из самых многочисленных в мире. По разным данным, за пределами России проживает от 25 до 30 миллионов наших соотечественников. Находясь вдалеке от своей исторической родины, они продолжают сохранять обычаи и традиции, говорят на русском языке и передают культурное наследие будущему поколению. Как живут наши соотечественники за рубежом? Чем занимаются? Как ведут бизнес? Обо всем этом расскажет наш тележурнал. В этом выпуске Новости из мира российских соотечественников, проживающих за рубежом. Интервью с председателем Координационного совета российских соотечественников в Нидерландах, представителем Всемирной ассоциации русской прессы Зоей Васильевой. Жизнь американского экономиста российского происхождения Василия Леонтьева в рубрике «Истории соотечественников». Мир глазами блогеров. Жизнь наших за рубежом. Фестиваль «Русские сезоны» в Бельгии запустили в онлайн-формате. На платформе Московского международного салона образования обсудили цифровое продвижение русского языка за рубежом. Эти и другие события смотрите в рубрике «Новости соотечественников». Пандемия коронавируса нового типа и карантинные меры не стали препятствием для проведения фестиваля «Русские сезоны» в Бельгии. Об этом рассказали участники пресс-конференции, посвященной международной трансляции культурного проекта. Виртуальная встреча состоялась на платформе пресс-центра ТАСС. В этом году в рамках культурного проекта «Русские сезоны» зрители увидели концерты и театральные постановки Новосибирского государственного академического театра оперы и балета, симфонического оркестра Мариинского театра, русского народного хора имени Пятницкого и многих других прославленных коллективов России. На платформе Московского международного салона образования состоялся круглый стол «Цифровое образовательное пространство» как инструмент продвижения русского языка за рубежом. Организовали встречу Россотрудничества при участии Института русского языка имени Пушкина. Участники поговорили о том, как сохранить интерес учеников в условиях дистанционных занятий и каким должен быть образовательный контент, чтобы число желающих выучить русский язык росло. В финале участники встречи отметили, что нынешние условия стали мощным катализатором развития и внедрения готовых и совершенно новых продуктов в сфере дистанционного образования и управления. Более 15 тысяч российских граждан, лишенных возможности вернуться на родину в связи с эпидемией коронавируса, получат финансовую помощь. Для этих целей правительство Российской Федерации выделило материальные средства в размере 1 миллиарда рублей. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она рассказала, какие проблемы возникали у пользователей при получении денег. Причины мы также называли, повторю их еще раз. Речь идет о ошибках при заполнении, изначальных ошибках при заполнении, перезаполнении соответствующих графов на портале госуслуг, что приводило к задержке рассмотрения заявки. Другая проблема технологическая, связанная в том числе и с проводками денежных средств. Есть также и иные проблемы, с которыми мы надеемся достаточно оперативно справиться. Выделяемые средства рассчитаны на оплату жилья, покупку еды и предметов первой необходимости. В том числе деньги понадобятся россиянам для продления срока действия виз и других документов для передвижения по территории страны пребывания. Институт стран СНГ и Российское информационное агентство «Регнам» провели международную онлайн-конференцию «Память о Второй мировой войне и современной геополитика». Основной темой дискуссии стала тема памяти о войне как объединяющем начале для народов бывшего Советского Союза. Также обсуждался вопрос, какие геополитические интересы стоят за пересмотром истории Второй мировой войны в западных странах. С приветственным докладом выступил первый зампредседателя Комитета Государственной Думы России по делам СНГ Евразийской интеграции и связями с соотечественниками руководитель Института стран СНГ Константин Затулин. По его словам, несколько десятков лет назад трудно было предположить, что современные политики на Западе будут возлагать на Советский Союз ответственность за развязывание войны. Мы не можем себе позволить согласиться с тем, что утверждают эти резолюции, принятые, хочу отметить, подавляющим большинством голосов, той самой Европе, которая вроде бы, ну по крайней мере, частью должна быть благодарна за то, что расовая теория фюрера и он вместе с ней ушли в личность. Я бы при этом сказал, что ничего особо удивительного в том, что сталкиваются два подхода к одному и тому же прошлому, нет. И это, конечно же, связано прежде всего с национальными интересами, с той самой геополитикой, которая вынесена в заголовок нашей конференции. Свои доклады также представили ведущие эксперты из России, Приднестровья, Молдовы, Беларуси, Литвы и Латвии. О создании Координационного совета в Голландии и приоритетных направлениях деятельности организации в интервью нашему проекту рассказала председатель Координационного совета российских соотечественников в Нидерландах, представитель Всемирной ассоциации русской прессы Зоя Васильева. Зоя, как давно Координационный совет существует в Нидерландах? В 2007 году прошла первая конференция в составе 17 организаций русской диаспоры и там была создана наша организация Координационный совет. С 2007 года, с первой конференции, которая прошла в Утрихте в составе представителей 17 организаций русскоязычной диаспоры и с этого момента организован Координационный совет. Я являюсь основателем и на протяжении всего этого времени являюсь активным участником нашей диаспоры. Кажется, мы еще ни разу с нашими гостями не говорили о том, как именно формируются советы. Скажем, этот процесс в Голландии будет отличаться от какой-то другой страны? Ну, принцип, я думаю, у всех примерно одинаковый. Собирается конференция, на которую приглашаются все организации. Ну, приходят, естественно, те, кто желает в этом участвовать. Те, кто хочет принимать участие именно в Координационном совете, они заранее пишут свое резюме, пишут мотивационные письма, затем выступают на конференции, на выборочной конференции, рассказывая о себе, рассказывая о своей программе, и что они могут дать диаспоре. И закрытым голосованием проходят выборы. Зоя, как обычно строится работа вашей организации? Да, Координационный совет, вот само название даже подразумевает, что мы не вмешиваемся, в принципе, в деятельность всех организаций наших соотечественников, мы координируем. Наша задача – это сплотить все организации, особенно если это проведение каких-то страновых мероприятий. Потому что, ну, одной организации, если это общестрановое мероприятие, это сложно. И второе – это обязательно, что мы должны делать, это всем давать информацию. Ту информацию, которую мы получаем из России, ту информацию, которую мы получаем от таких же соотечественников из других стран, мы должны ее распространять и как бы подтягивать все организации, если им это интересно, вот к этим, ко всем мероприятиям. Вы, как председатель, вправе расставлять приоритеты в направлениях деятельности? Или есть какой-то регулирующий орган, устав? Нет, устав обязательно есть. Потому что любая организация, в принципе, ну, если мы не хотим хаоса в этой организации, должна иметь устав, на который она должна опираться. И, в принципе, он у нас, конечно, есть на нашем сайте, все могут его прочитать. Принцип нашей работы – мы, конечно, должны делать приоритеты. Я объясню, почему. Потому что есть, ну, как бы бюджет, да, который нам выделяет Россия. Мы его должны распределять. И поэтому мы не можем разбрасываться, к сожалению, и всем мы не можем его раздавать. Мы должны выбрать те страновые, самые интересные, самые массовые, скажем, мероприятия, на которые мы можем потратить эти деньги, и к которому, в принципе, мы должны подтянуть как можно больше русскоязычных организаций, чтобы их провести достойно. А что обычно для вас является такими приоритетными направлениями? Ну, в приоритете, скажем, это наша конференция всестрановая, молодежная теперь конференция всестрановая. Есть День учителя, 9 мая. Добавить, например, «Живая классика», которое тоже, как бы, хочется провести достойно. Это международный проект. В общем-то, международные проекты, которые нам предоставляет Россия, мы тоже вот стараемся их провести достойно. Расскажите подробнее о проекте «Живая классика». Ну, это очень интересный проект, где наши дети считают прозу. Выбирают такие произведения, как Зощенко, Хармса. Учат это наизусть и эмоционально, театрально, я бы сказала, на сцене перед публикой выступают, читают это все. Я горжусь за этих детей, я горжусь этими родителями, которые и педагогами, которые с ними занимаются. И русский язык звучит гордо. Сегодня в рубрике «Истории соотечественников» вы узнаете, каких высот в профессии достиг американский экономист российского происхождения Василий Леонтьев, почему он эмигрировал в США и за что получил Нобелевскую премию. Представьте себе красивую парусную яхту, качающуюся на волнах с опытным рулевым у штурвала, готовую в любую секунду отправиться навстречу приключениям. Недостает лишь одной, но очень важной детали – ветра. Или другая яхта. Ее паруса уже наполнены ветром, и она стремительно летит по волнам навстречу скалам. Потому что этой яхтой, в отличие от первой, никто не управляет. Значит, обе яхты при всех своих достоинствах не могут достичь поставленных целей. Так, используя любимую аналогию с яхтами, ведущий экономист 20-го столетия Василий Васильевич Леонтьев объяснял свою главную идею о необходимости совмещения госрегулирования и рыночного механизма в экономике. Первая яхта – без ветра, но с рулевым. Это СССР. Вторая – с ветром в парусах, но без управления. Это США. С вами я, Петр Власов, и вы смотрите «Истории соотечественников» на канале «Большая Азия». Спросите, почему Василий Леонтьев выбрал яхты для объяснения экономических процессов? Все просто – использовал одну свою страсть для раскрытия другой. Но если яхты захватят будущего отца американской и мировой экономики лишь после переезда в Штаты в 1931 году, то увлечение экономической наукой случится у студента Петроградского университета Васи Леонтьева еще в начале 20-х в СССР. Интерес Василия к экономике возникает не на пустом месте. Его отец, Василий Васильевич, работает профессором экономики труда в университете. Но одного интереса и связи отца для достижения успеха на научном поприще недостаточно. Как минимум, нужен талант и усердие. Но именно этого будущему Нобелевскому лауреату не занимать. Слабое преподавание экономических дисциплин Леонтьев восполняет, читая в оригиналах немецкие, французские и английские учебники по экономике. А все свободное время посвящает занятиям по математике, в которые достигает весьма неплохих результатов, что позже очень пригодится при создании его революционного метода. Закончив к 20 годам университет, молодой экономист очень быстро понимает, что в советской России с его прямолинейным и независимым характером заниматься наукой будет сложно. И после запрета первой же своей статьи задумывается о переезде. Интересно, что в получении за гранд-паспорт Леонтьеву помогает выпиющая врачебная ошибка, шрам от которой останется у него на лице на всю жизнь. У Василия обнаруживают рак кости, удаляют часть челюсти и разрешают выехать на лечение в Германию, по сути, доживать последние месяцы или даже недели. Но результаты обследований немецких врачей наличия саркомы не подтверждают. И Леонтьев, воспользовавшись таким подарком судьбы, вновь с жадностью берется за учебу сначала в Берлинском университете, где пишет диссертацию «Круговорот экономики» и получает докторскую степень, а позже в Киле, в Институте мировой экономики. Вскоре Леонтьеву приходит приглашение от китайского правительства на год стать экономическим консультантом в Министерстве железных дорог. Он соглашается и выбирает самый длинный путь в Китай – по морю, чтобы своими глазами увидеть как можно больше стран и культур. Вернувшись из Поднебесной, Леонтьев по приглашению Национального бюро экономических исследований США переезжает в Нью-Йорк, где в 1932 году женится на американской боэтессе Эстель Маркас. Вместе с супругой они переезжают в Гарвард, где в местном университете Василий проработает до 1979 года. Именно здесь окончательно и сформируется его метод, получивший название «инпут-аутпут-аналисис» в русском переводе «затраты-выпуск». Суть метода заключается в анализе межотраслевых связей для получения количественных предсказаний, касающихся всей системы параметров. Сложная формулировка на деле означает простую вещь. До метода Леонтьева экономисты максимум могли предсказать, будут ли расти или падать цены на бензин в результате роста налога на нефть. Теперь же, используя таблицы «затраты-выпуск», можно предсказать эффект этого события, например, на рынок сталелитейной промышленности и сразу в денежном эквиваленте. Таблицы Леонтьева дают точные предсказания на десятилетия вперед. Во время войны он консультирует Рузвельта по вопросам безработицы и делает точный прогноз поведения американской экономики в послевоенный период. В 1946 году Леонтьев создает Гарвардский центр экономических исследований. В 1954-м становится президентом американского экономического общества и выпускает сразу несколько будущих нобелевских лауреатов. А в 1973 году сам получает Нобелевскую премию за развитие метода затраты выпуск и его применение к важным экономическим проблемам. В начале 90-х годов, приехав уже в демократическую Россию, Василий Леонтьев встречается с командой Егора Гайдара и предлагает помощь в реформировании российской экономики. Вернувшись в Америку, он разочарованно произносит «Я туда больше не поеду, они ничего не слушают». Что случилось с нашей страной дальше в 90-е, нам хорошо известно. И если применить аналогию с яхтами гениального экономиста ко дню сегодняшнему, то получится, что экономические парусники каждой страны плавают уже не в своем отдельном водоеме, как раньше. Они рассекают волны мирового океана, глобальной экономики, штормы в котором грозят потопить не только утлые суденышки развивающихся стран, но и огромные экономические яхты мировых сверхдержав. Неплохо бы научиться слушать умных людей. С вами был Петр Власов. Рулевой яхты истории соотечественников, уверенно плывущей по волнам теле океана Большая Азия. До новых встреч! Мир глазами наших! Хотите узнать, как российские соотечественники за границей устраивают быт? Где работают? Как отдыхают? Смотрите нашу рубрику «Благосфера». Всем привет! Всем привет! Всем привет, ребята! Всем привет! Всем привет! Всем большой привет из Доминиканской Республики! Мы едем на гору Ставамо-Сучьи. Всем большой привет из Венеции. Мы находимся на русских днях в Окленде. Сегодня я покажу вам фуку! Если вы живете за рубежом, снимаете видео о жизни русскоязычного сообщества и хотите, чтобы мы показали ваш блог в нашем тележурнале, присылайте свои материалы на электронный адрес infosobaka.bikazia.ru Мы покажем ваш ролик в программе «Соотечественники» и на сайте «Большая Азия». Так, ну вот такой компанией мы собрались поехать в Викторию. Вот, мы уже на парковке, ожидаем в своей очереди загрузки на паром. Спасибо большое! Поездка на пароме – это развлечение само по себе. Здесь можно поесть в буфете, наслаждаясь видами, можно выйти на палубу, чтобы вживую посмотреть на эти виды. Субтитры сделал DimaTorzok Вот наш отель. Этот отель больше похож на какое-то поместье. Это, в принципе, и было, что-то поместье, да, и переделали в отель. Смотрите на эти цветы. Отель построили где-то в начале 20 века. При въезде в отель дают такую распечатку, то есть про историю отеля. И они говорят, что отель принадлежал сначала какому-то йоркширскому риэлтору и девелоперу, для которого изначально это было все построено. И потом, впоследствии, отель какое-то время принадлежал морским офицерам. Потом его передали, сделали из него гостиницу. И когда вот настоящие владельцы, наконец, купили вот этот отель, они решили его отстроить в английском стиле, потому что сами они были, насколько я помню, из Англии. И они сделали под коттеджи, где Шекспир изначально был рожден. Мы живем в комнате барона Гилслонда. Даже герб у нас есть. У нас есть свой герб, у нас есть название. То есть номера здесь не просто так. Посмотрим, что номер есть. Да, это один из немногих номеров, где есть свой балкон. Вы так вот смотрите на этот вид. В этом отеле на самом деле проходит много свадеб под открытым небом. Плюс здесь есть беседка на всякий случай, где можно укрыться от дождя. Плюс сам отель рядом. И на лужаке можно разместить много гостей. Виктория – это столица Британской Колумбии, провинции, в которой мы живем. Несмотря на то, что это столица, это достаточно небольшой провинциальный город по сравнению с Ванкувером. Ванкувер – это крупнейший город Британской Колумбии. Виктория находится на острове, отдельном от материка, поэтому сюда можно добраться только на пароме. Виктория – это туристический центр западного побережья Северной Америки. Сюда много приезжает людей из США, много людей приезжает из Канады, потому что здесь здание в викторианском, европейском стиле. Виктория чем-то похожа на Великобританию, своей архитектурой. Здесь даже есть дабл-басы, как в Лондоне. Сзади меня находится отель Эмпресс. Это один из самых старейших отелей в Канаде. Ему уже больше 100 лет. Сзади нас располагается здание Британской Колумбии. Парламента Виктории. Это основное здание в провинции Британской Колумбии. Это здание привлекает множество туристов, так как оно является символом Виктории. Символом Виктории, символом Британской Колумбии, можно сказать. А вот здесь находится памятник королеве Виктории, в честь которой и назван город. Мы сейчас находимся около замка Хатли. Этот замок известен тем, что он появлялся в фильмах Люди Икс, Дэдпул. Сейчас это университет, Роял Роудс Университет. А раньше это был в военные годы, это был Кадетский колледж. Он был построен в 1908 году и принадлежал семье Данс-Муир. Это очень известная семья. Здесь у них был не единственный замок, который принадлежал этой семье. В целом поездка в Викторию получилась очень даже позитивной. Мы, может быть, еще вернемся для того, чтобы посетить Бурчар-Гарден, чтобы поснимать там. А сейчас, пожалуй, на этом этот эпизод будет окончен. Всем пока! Больше информации о жизни российских соотечественников за рубежом вы сможете найти на сайте Большая Азия. Здесь публикуются новости, интервью, фото, видео и другие материалы, посвященные тем, кто, живя за пределами России, не теряет культурной и языковой связи с Родиной. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях, читайте наш сайт и будьте в курсе самых интересных событий мира соотечественников. С вами была я, Ксения Антипова. До встречи в эфире! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин